То, что приговор был манипулятивный, это совершенно очевидно. Что первый приговор, что второй. Потому что, когда человеку дают пять лет реального срока, а на второй день выпускают по чьему-то звонку, это в любом случае неправильно. Я, безусловно, считаю, что первый приговор Навальному был несправедливый. То есть, если то, что ему инкриминировано, и это доказано, это правда, то это действительно преступление. Другое дело, что оно не карается реальным сроком. Там штраф, может быть, условный срок и так далее, но не тюрьма. Поэтому и ко второму приговору, в общем-то, мы можем относиться скептически. Потому что, если закон один раз уже использовался как дышло, куда повернем, что да и вышло, явно с политическими целями, то ожидать какой-то юридической чистоты от второго приговора мы тоже не можем. Другое дело, что последующие политические события показали, что Навальный оказался, в общем-то, удобной фигурой для манипуляции. Его выпустили на выборы, причем явно так вот вели, что называется, все выборы. И сейчас уже понятно совершенно, что он нужен власти для того, чтобы канализировать протест вот в такое легальное и бессловесное русло. Поскольку он условным сроком, то каких-то реальных протестных действий он, скорее всего, предпринимать не будет. С другой стороны, у власти всегда будет повод сказать, что вот, ну вот, мы же изменили приговор, мы же человек на свободе, пожалуйста, так сказать. То есть есть такая четкая попытка сместить акценты с реального протестного движения на каких-то подставных фигур и на марионеток. Будет очень обидно, если Навальный, он, в общем-то, не бесталанный человек и достаточно самостоятельный, на первый взгляд, если он окажется вот такой куклой и сам этого не поймет. И, с другой стороны, очень странно, потому что те же ребята, которые сидят по болотному делу, они сидят явно ни за что. Кто-то из них проходил мимо, просто находился там, кто-то из них перебернул туалетную кабинку. Да, это, конечно, страшное преступление. Вот, тем не менее, они полтора года уже сидят совершенно реально в СИЗО. В отличие от Навального, который там, черт его знает, украл, не украл, но, по крайней мере, не сидел и сажать его никто не собирается. Я, конечно, очень за него рада, лично, как за человека, что для него все закончилось благополучно. Но вот этот двойной стандарт в нашем государстве, он, безусловно, удручает.